Аплодисменты Время, кто выйдет сегодня на эту сцену Рахмановского зала Московской консерватории, должен стать ректор консерватории, сослуженный деятель искусств в России, профессор Александр Сергеевич Соколов. Аплодисменты Этот зал вернулся в консерваторию в конце 70-х годов, после того, как долгое время принадлежал Юрфаку Московского государственного университета. Но в будущем принадлежности университета все равно для всех он основался под именем Синодальный зал, поскольку изначально он принадлежал Русской православной церкви и именно для исполнения символной хоровой музыки в свое время был предназначен. И вот на новом этапе истории он вернулся в консерваторию и теперь уже мы привыкли к нему как зал очень универсального, поскольку здесь безусловно приоритет хоровой музыки сохраняется, но здесь же исполняется музыка старинная. Этот зал очень любит наш факультет исторического и современного музыкального искусства. Здесь же музыка, которая пишется сегодня, и здесь студия новой музыки также чувствует себя дома. Здесь каменные, сольные концерты, здесь особые сценические постановки, то есть действительно для нас этот зал чрезвычайно-дорого. И очень любил публику. Поэтому вот сегодня этот зал вернулся, вернулся в своем неизменном виде, если имею в виду его стилистику, но самое замечательное, что он вернулся в сохранении в своем уникальной акустики. Вот это всегда нас прежде всего, конечно, волнует, беспокоит, но можно смело сказать, что акустика осталась великолепной, а может быть даже в чем-то и стала лучше. Но об этом судить именно тем музыкантам, которые будут хэппи на эту сцену. В 83-м году, после того, как этот зал, после вот этого сложнейшего реставрационного процесса вернулся в консерваторию, первым, кто прикоснулся к инструменту на этой сцене, был Святослав Виктор. И поэтому для нас было очень важно вот сегодня, в этот момент, кто первым прикоснется к этому инструменту на этой сцене. Из тех, кем консерватория гордится, кто ее прославил, и не было сомнений, что этим музыкантам будет Денис Макуев. Прошу вас. И, как говорится, хорошо иметь Мечко-Христовую дню, вот именно сегодня, так получилось, что действительно, День Пасхи Святой, есть возможность не только сказать добрые слова в адрес Дениса, но и сделать так, чтобы он тоже запомнил этот день, получая от консерватории ее, можно сказать, главный приз этого юбилейного года. В год 150-летия Московской консерватории, благодаря помощи знаменитой галереи Михайлов, мы имеем возможность вот этот подарок, а это юбилейное изделие из серебра и золота, где очень красиво и символично объединен фронтон Большого зала консерватории, аркан Большого зала консерватории и клавиатура, которая уходит в небеса, а это будет именно то, что будет символом того конкурса, который сегодня Денис здесь, можно сказать, да, поселит на вечной, потому что это первая, и, я думаю, очень в долгие времена устремленная традиция. Ну, а вот этот подарок Московской консерватории, дорогой Денис, от всей души вам поздно. Добрый вечер. Для меня безумно приятно находиться сегодня здесь, в этом потрясающем юбе и уникальной по своей пустике. И очень радовался для меня, потому что я здесь провел свои годы учебы. И, конечно, в основном, мы здесь играли классные вечера нашему любимому Сергеевичу Таренского, который находится здесь сегодня, в зале. И у нас, у него студентов, это всегда было, было настолько, настолько эти вечера были по-хорошему, домашнего, попасть в них было невозможно, всегда как переполненный зал, репетиции в этом зале всегда, мы всегда были как мастер-классы отдельные, потому что последний штрих этим плаванием на сцене, в хорошем смысле слова, это всегда было такое удовольствие. И эти корректировки нашего профессора, я помню до сих пор, его знаменитые левую руку потише, не гремни здесь, Костик, замечательно, потише играть. Так говорит Сергеевич тогда. Поэтому я очень рад, что вы с нами сегодня. У нас сегодня для нас особый день. Мы открываем Ирафмайновский зал и наш конкурс Grand Piano Competition, который стартует в 8 часов вечера. А завтра здесь начнется сольный дом, 15 счастливчиков, по-другому их не назовешь, которые прошли на наш смотр-фестиваль, нехотное, можно называть. Конкурс все-таки, наверное, на последнем месте, потому что уже эти 15 человек обеспечиваются гарантированно и в этом туре, сыграть в этом зале, и финал в Большом Зале Консерватории из госоркестра Светланова, который будет дирижировать Александр Митальевич Сладковский, который будет дирижировать. Мы все безумно переживаем, когда Александр Сергеевич предложил прийти сюда, в наш дом, потому что у меня консерватория, у меня Мамата, святые стены любого класса, любого зала. И я всегда говорю вот этим ребятам, которые прошли на конкурс, что вы, конечно, очень сливчики, потому что вам предстоит играть. И в Рахманнике, и в Большом Зале Консерватории, с таким удивительным аркестом, с таким удивительным дирижером, вас услышали на весь мир, как будет транслироваться и в канал Культура, и в канал Ленича ТВ. Знаете, я за тех импиад не переживаю, я многих из них знаю. Это потрясающе, настоящая, настоящая команда, как мы их называем. Я в них верю, я уверен, что они будут вспоминать то, что их творческий путь большой. Начался именно из нашего конкурса. И к Дарюшури, который, конечно же, будет у нас самая-самая воскочтенная, естественно, Сергей Леонидовича ТВ. Завтра все это начинается. В общем, мы все волнуемся. Сумасшествие начинается в хорошем смысле. Электризация присутствует в Кулаконсерватории, как и на конкурсе Чайковского. Кстати, я лауреатам конкурса Чайковского говорю. Включите МЕДИЧ-ТВ, либо приходите на финал, просто послушайте этих молодых отпрысков. Там очень много свежих идей. Поверьте. Так что я держу кулаки вперед, то и то и поздравляю вас, Александр Сергеевич, с таким замечательным открытием этого замечательного, уникального зала в Кураконсерватории. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Аплодисменты